Добро пожаловать в нашу студию! Здравствуйте! Федор Сергеевич, сегодня мы говорим о футболе. В ближайшее время наш город и Ульяновская область ждет очень много интересных событий. Начинаем, наверное, с самого важного и самого главного. В ближайшее время в Ульяновской области пройдет первый раунд чемпионата Европы по футболу среди девушек до 17 лет. И как раз-таки одна из игр будет проходить здесь у нас в Димитровграде. Вот вам слово. Хотелось бы, чтобы вы нам поподробнее об этом рассказали. Да, для нас это очень значимое событие. Это, наверное, войдет у нас в историю. Впервые, значит, такого уровня соревнований будут проходить в нашем регионе. В том числе у нас в городе Димитровграде. В нашу группу, группу 4, входят 4 команды. Это Босния, Герцеговина, Россия, Турция и Ирландия. То есть 4 команды здесь играют в Ульяновской области. Да, в Ульяновске. Значит, первые игры состоятся у нас 6-го числа на стадионе Труд в городе Ульяновске. 6-го августа. 6-го августа, да. В Димитровграде когда пройдут игры и известно, кто будет играть. То есть это Босния, Герцеговини играет, играет Турция, Ирландия, Россия. Здесь у нас в городе Димитровграде, но так как все-таки финальная часть будет у нас в Ульяновске, в городе Ульяновске, поэтому здесь у нас будут команды Турция и Ирландия. То есть играет команда Турция и команда Ирландия. Как так получилось? То есть можете подсказать, что именно нашему региону выпала такая честь? То есть кто оценивал, что мы имеем право на проведение как раз-таки вот этого первого раунда чемпионата Европы по футболу? Да, действительно. Значит, приезжали представители Российского футбольного союза с Москвы к нам в регион. В том числе посетили наш город Димитровград, где выбрали спортивный объект стадиона Торпеда. Очень понравилась база. Мало того, что пройдут соревнования такого ранга, сборная России приезжает к нам в Димитровград с 28 по 4 августа на учебно-тренировочные сборы перед чемпионатом Европы. То есть женская сборная, девушки, они играют, не играют, тренируются у нас в неделю здесь, в Димитровграде. Совершенно верно. Действительно, событие очень важное. Но хотелось бы, чтобы мы еще перешли к другой теме. В свое время Наталья Осипова как раз-таки играла в сборной среди девушек. Но сегодня она уже, конечно, стала чуть старше, играет уже в женской сборной. Хотелось бы, чтобы вы немножечко нам рассказали о Наталье Осиповой. Ну да, наверное, это в первую очередь заслуга, наверное, тренера Хисандинова Геннадия Геннадьевича. Девочка очень способная. В свое время тоже были соревнования студенческие. Приезжали сюда с Москвой, с Ленинграда и так далее. Эту девочку сразу увидели. И в девятом классе ее забрали в Москву, в школу Олимпийского резерва, где она доучилась, набирала опыта уже более с опытными игроками. И в 2008 году она участвовала в сборной России по футболу среди девушек. То есть, ты понимаешь, сейчас проходит универсиада, и не исключено, что она на сегодня играет в Казани. В 2008 году на Европе. Да, совершенно верно. Она сейчас студентка пятого курса. Она принимает участие сейчас в студенческой универсиаде в женской сборной и футболу. Федор Сергеевич, совсем недавно прошло первенство России среди любительских команд третьего дивизиона. Первый круг. Было 15 туров. Хотелось бы, чтобы на двух последних играх вы рассказали. То есть, что и как, и вообще довольны ли вы результатами на сегодня? Ну, вы знаете, все-таки, наверное, повторюсь, может быть. Но на самом деле уровень намного выше. Мы шли очень долго к этому. Становились трижды чемпионами области. Трижды обладателей кубками. То есть, в совершенстве, как бы, в нашем регионе школа Димитра Абрада, наша футбольная команда была достойна участвовать на более высшем уровне. В этом году мы участвуем. Конечно, уровень намного сложнее. Но у нас есть свой, скажем так, конек. То, что у нас в нашей команде, в футбольном клубе Димитра Абрада, участвуют только наши Димитра Абрадские футболисты. То есть, мы не берем... Из других городов футболисты? Из других городов футболистов нет. Говоря о последних турах, 14-15, то есть, играли с Ижевском, мы играли с Сергеевском. С Ижевском, значит, выиграли 1-0. Ну, автогол, ну, в принципе, мы были, наверное, все-таки по высшему уровню Ижевского. Я думаю, что мы все-таки, наверное, дожали бы их и выиграли бы без автогола. Ну, так в целом победа. Что касается второй игры, это мы играли, наверное, все-таки с лидером этого первенства. Это команда «Сервиск» очень мобильная, очень плотная, потому что у нее в составе, наверное, вся сборная нашла по уже. И Республики Татарстан, и Самарской области, и Академия, и так далее. Очень хорошая команда. Ну, наверное, ключевым моментом поражения, наверное, стало то, что у нас не хватало три основных игрока, были травмерно, тем самым ослабили центральную зону, нападений было меньше, как бы. Поэтому первый тайм полностью, наверное, проиграли. Второй тайм, наверное, после перерыва собрались, тренеры сделали правильные замены. Ну, просто, наверное, не забили, не повезло. Были перекладины, были штанги, очень интересный. Второй тайм оказался. Ну, на 92-й минуте ошибка вратаря, хотя человек всю игру простоял, просто идеально. Ну, просто 92-я минута. Понятно. 0-1 не в наше пользу. По итогам первого круга на каком же мы месте? То есть, держимся ли мы в пятерке на сегодня? Ну, в общем-то, да, о чем мы и говорили. Четвертое место. Твердо на четвертом месте. Итог первого круга мы закончили. Тем самым мы еще продолжаем борьбу в Кубке первенства России по футболу, который состоится 16-го числа. Пока неизвестно где, но мы об этом скажем позже. И поскольку вы являетесь на сегодня также и директором детской и юношеской спортивной школы, и у нас помимо стадиона Торпеды, то есть где-то как раз таки будет проходить чемпионат Европы, да, первый раунд, у нас есть также еще два замечательных стадиона. Стадион строителей, Спартак. И вот, насколько мне известно, в 16-м году у нас пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом. Тоже событие важное. Что ждет вообще вот эти стадионы, стадионы строителей, Спартак будет какой-то ремонт, менять трибуны, что нам скажете в этом плане? Да, на самом деле это очень значимое событие. Стало известно в выходные то, что в 2016 году в нашем регионе, в Ульяновской области, будут проходить чемпионат мира по хоккею с мячом. Это очень значимо. Я думаю, что, наверное, здесь и Димитровград примет участие. Будете готовить поля, соответственно, футбольные? Да, дело в том, что стадион строителей, он неотъемлемая часть хоккея с мячом и футбольный. Как бы на сегодняшний день, наверное, благодаря, не наверное, а благодаря, наверное, правительству Ульянской области, администрации города Димитровграда, их взаимоотношения с Росатомом, значит, пришли хорошие инвестиции для нашего города. Да, не только спорта, конечно, но я думаю, что другие поведают о себе, а я конкретно о спорте и конкретно о стадионе строителей. Значит, в этом году уже готова проектно-смертная документация, скоро начнутся аукционы, но это, опять же, вопрос времени, поэтому мы плавно переходим с 2013 на 2014 год. Что планируется в это время сделать на стадионе строителей? Это, значит, установка трибун, установка электронного табло, установка скейт-площадки, установка спортивного городка. Потом, значит... Само поле как-то обновлять будут? Да, но в этом году, наверное, поле обновлять мы не будем, здесь просто все будет включено в проектно-смертной документации, планируется в 2014 году дренажная система и покрытие искусственным газоном. Значит, ремонт административного здания капитальный, я считаю, что это, конечно, очень значимо. Мало того, что город в прошлом году, вы думаетесь, за 55 миллионов, купил этот стадион и вкладывает в него до сих пор, это, я считаю, дорогого стоит. То есть мы сегодня идем вперед, и нас ждет только развитие? Совершенно верно. Дело в том, что и у нас на сегодняшний день и закупка, и экипировки, и приобретение спортивного инвентаря в этом году уже все планируется, все есть уже, все делается. Время эфира подошло к концу, и очень коротко, новое поколение, молодежь набираете, мальчишек, которые тоже хотят играть в футбол и всегда, то куда обращаться, какие контактные телефоны подскажете? Уважаемые родители, бабушки и дедушки, детская и юношка и спортивная школа «Спартак» осуществляет набор на отделение хоккей с мячом, футбол и шахмат с начала учебного года. Контактные телефоны подскажите? 767-78 и 763-70. Огромное спасибо, что пришли в нашу студию. С нетерпением ждем первого раунда Чемпионата Европы по футболу среди девушек. Приходите, болейте, поддерживайте наши команды. Спасибо, что пришли в нашу студию и благодарю вас, телезрители, за внимание. Напоминаю, что сегодня в гостях в нашей студии был директор детской и юношеской спортивной школы «Спартак», председатель Федерации футбола Федор Сергеевич Осипов. Всем доброго и до новой встречи. Будьте здоровы. Здоровья и добра. Редактор субтитров А.Семкин